В этом году ровно 60 лет с тех пор, как Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу к звездам. 12 апреля 1961 года он совершил первый полет в космос. По случаю юбилейной даты по всей стране организованы торжественные мероприятия, концерты и выставки. Уникальная экспозиция, посвященная космосу, открылась и в городском эколого-краеведческом музее. Эта выставка не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя. Пока одни рассматривают картины известных космонавтов Владимира Джанибекова и Алексея Леонова, другие путешествуют по межгалактическим пространствам, наблюдают за звездами, знакомятся с историями жизни самых известных летчиков-космонавтов. Жители и гости нашего города могут посетить выставку, совершить виртуальное путешествие в космос, посетить план тентарий, познакомиться с репродукциями художников-космонавтов, познакомиться с питанием космонавтов, то есть узнать, чем питаются космонавты на орбите, чем питались. Для Анастасии Родионовой космос – это самая большая мечта. И, кажется, она знает о нем практически все. Нет того зала в музее, который бы она не посетила, и картины, которая бы не вызвала самый настоящий восторг. Я очень рада, что очень много космонавтов являются, помимо того, что они космонавты, еще и художниками, потому что я тоже люблю рисовать и люблю космос, и для меня это что-то прям невероятное. Да, очень много новой информации. Я не знала, что хлеб вот так вот выглядит. Я обязательно попробую. На самом деле музей огромные молодцы. Такую выставку сделать, у меня прям душа радуется. Хожу, смотрю. Очень много картин, очень много источников, тех, которые я даже не знала. Интерактивная выставка-инсталляция «Человек-вселенная-космос» разделена на два блока – информационный и интерактивный. Первый восхищает своей наполненностью. Второй необычайно интересен для людей всех возрастов. Любители искусства, например, здесь могут нарисовать «Млечный путь» под руководством преподавателей художественной школы в технике акварельной живописи. Нет, это очень несложно. И получаются вот такие эффекты. Мы должны чтить нашу историю, потому что космос в основном – это все наши открытия. Первый человек – это наш. И так много очень открытий. А пройдя всего пару метров, можно надеть очки дополненной реальности, побывать на Международной космической станции и увидеть то, что большинству из нас недоступно. В космосе был открытым. Я должен был починить космическую станцию. В день открытия экспозиции в музее работал планетарий. Посетить его мог любой участник выставки «Человек-вселенная-космос». Здесь представили фильмы о космосе и пополнили копилку знаний ребят в области естественных наук, в том числе астрономии. Посмотреть на удивительный мир космоса пришли и выпускники лицея вместе с преподавателями. Выставка имеет практическую ценность, тем более, что у ребят 11 класса есть предмет астрономия. Ну и плюс к этому тут присутствуют на выставке поделки ребят, которые пришли сюда на выставку, потому что они тоже внесли свой вклад в эту выставку. Астрономия – это такой предмет, который интересен абсолютно любому возрасту. Небо всегда манило людей, и поэтому абсолютно в любом возрасте необходимо посещать и планетарии, и выставки. Интерактивная выставка-инсталляция «Человек-вселенная-космос» продлится в эколого-краеведческом музее до 18 апреля включительно. Посетить её может любой желающий. Анастасия Попова, Пётр Князев, Новости, Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова